здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень правозависимый человек сегодня я не знаю что говорить о парфюмах которые вы увидели в заголовке я сегодня сделаю обзор на аромабокс который любезно предоставил магазин такой прекрасный вы знаете все аромабоксы знаете что блогеры показывают ароном аромабоксы хвалят их я сегодня выскажу свое какое-то очень субъективное мнение финал этого видео открытки то есть я не знаю какой же вывод мы сделаем в конце этого видео и будет ли вообще какой-то вывод и надо ли вообще какие-то выводы делать может и ну их и и и выводы делать нибудь и так рожа рожа дав по-русски это так говорят я буду говорить так я несколько лет назад услышал об этих парфюмах и сразу узнав о том что такие парфюмы есть поставила точку в наших отношениях в отношениях которые еще не начинались ну потому что а смысл а смысл думать про какой-то очень дорогой парфюм который ты не пробуешь стоит запредельных совершенно денег и относится к жизни который я не веду вот сегодня ну вы знаете я с вами искренне без лукавства без жеманства у меня могла бы появиться мысль о том чтобы сегодня представить этот парфюм и одеться как-нибудь вычурно оголить значит плечи одеть какие-то украшения и водить плечиком и говорит что он рожа дав ну я не хочу причинять себе дискомфорт какой-то я хочу чувствовать себя комфортно я выхожу к вам пара по-дружески а в дружеской беседе всякие вот эти вот бриллианты так ли они нужны мне кажется нет сейчас я в таком возрасте когда выбирают комфорт знаете это как вот там когда ты молодая но сейчас вот о девушках говорят на 3 ты там по морозу бегать в колготках тонких извините за подробности но через это все прошли многие крайне мере в тонких колготках по морозу потому что это красиво а сейчас все такое теплое все такое да там три слоя 5 слоев ты как капуста и хорошо вот хорошо поэтому поэтому я не буду представлять марку как бы приближаясь к потенциальной целевой аудитории я честно говоря не проводила никаких анализов и не анализировала целевую аудиторию но я предполагаю что парфюмы которые стоят очень очень много дофига денег наверное целевая аудитория у этих парфюмов очень определенная это было вступление почему я без без бриллиантов и без вечернего платья теперь по поводу парфюмов я поносила все на себя давайте я скажу для тех кто может быть забыл как выглядит арома бокс вот такой вот арома бокс 4 женских парфюма 4 мужских парфюма что очень неплохо оказалось для моего затеста вот я все на силу на себе я честно говоря не очень понимаю как можно финальное мнение высказывать не разнашивая парфюм финальное мнение это все-таки когда парфюм носится на коже а такое первое знакомство это блока в общем будет финальное мнение но на кожу я сегодня наносить не буду а спонсор моего блотерного счастья ярослав вот у меня блотеры в большом количестве еще и на следующее видео хватит и так будем говорить буду говорить что на фрагрантике пишут что я думаю про этот парфюм и я не буду давайте поздороваемся что ли ой это зося зосинка здравствуйте зосинка зоси передай привет зоси потерял интерес к нам буду говорить как есть друзья итак первый парфюм это у нас энигма женский 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 парфюм энигма играет торжественная музыка восточный цветочный тринадцатого года персик на роли и бергамо такой старт очень солнечный нежный чуть бодрящие от цитрусов потом идут цветочки розы гелиотропы лангаланг жасмин герань в базе там и ирис есть который подпудривает и ваниль и мускус и амбра сандал пачули я нанесла на себя этот парфюм и вот что я вам скажу друзья это мило это красиво это славно посмотрела фрагрантику очень многие парфюмы приводят в качестве похожих я знаю из численных только трезор лангаловский мне на трезор не похоже у меня с трезором к сожалению все как-то не складывается все у меня плохо с трезором меня это лучше чем трезор сейчас я вам скажу вот что как бы немножко отвлекаясь от конкретного парфюма по поводу марки по поводу наших ожиданий каких-то от марки я может быть ошибаюсь и скорее всего даже я ошибаюсь но я предполагаю что есть какая-то доля пусть небольшая доля потребителей дорогих парфюмов которые когда наносит на себя дорогой парфюм как бы говорят ну сделайте мне дорого сделайте мне богато это же столько стоит то есть как будто бы я наношу этот парфюм на себя и внезапно я оказываюсь там где-то в ницце и где-то я оказываюсь в майами и где то вот у меня там шале в швейцарии и я вся такая вот на спортивном автомобиле подъехала дошла к своей розочки или к своему ирису что-то там понюхала и любуюсь ландшафтом пейзажа и вся я вот сразу такая альгархичка внезапно стала а когда этого не получается ну то есть все равно ты едешь маршрутки метро в троллейбусе стоишь в очереди болеешь гриппом дети плачут дети приносит двойки все равно вот ну не получается этой идиллической картинки и кажется что парфюм тебя подвел обещано то было обещано было дорого-богато этот парфюм про на самом деле про красивую обеспеченную жизнь жизни в которой нет вот этого стремления пробиться наверх растолкать кого-то локтями сказать ну я же олигархичка вот ну олигархички скажем так восточные волны вот они должны наверное пробиваться локтями там что-то показывать а это вот про тихую состоятельную спокойную жизнь когда все все сложилось все случилось вам нужно даже еще жизни родителей там бабушек про бабушек ты просто вот смотришь на это солнце на это море вдыхаешь эти цветы там нет маршрутки там нет очереди в поликлинике вот в этой жизни этого ничего нет но нет и желание блистать бриллиантами просто тихо красиво достойно я знаю людей которым могло бы это понравится где которые не стремятся к тому чтобы кого-то покорить парфюмом этот в этом парфюме можно идти на работу и ехать в троллейбусе все в порядке все в порядке главное чтобы ожидания не было от этого парфюма каких бы то ни было это носибельно это красиво стало бы я это вот я пишу женская беззаботная спокойная красота честно даже добавить ничего вот так я носила бы я ну да ну допустим если бы мне подарили у меня было бы мало парфюмов я бы вот так вот как-то скажу ну просто под кэжуал цена таки то ну короче не мило милый я ничего не скажу скандал женские цветочины и седьмого года давайте послушаем скандал то есть как бы название намекает нам намекает на некую яркость а я вам скажу вот что я опять же не целевая аудитория для этого парфюма потому что вот по одной простой причине здесь царство белых цветов здесь там лаванда с бергамотом окей в старте тубероза гордени жасмин и цветок апельсина вот они вот идут таким вот дружным строем плечом к плечу и они ну честно говоря даже перебивают перегоняют вот эти первые ноты которые там бергамотовые лаванда лаванда потом чуть-чуть холодком отдаст поддаст господи ну в общем подхолодит немножко парфюм фрейзи роза розы не было ландыш ну ландыш там чуть-чуть ландыш не белый ландыш скорее еще вот зелень уходящие мускус корень и рисунок подпудривает сандал я бы сказала что вот с блотером мне очень нравится как это звучит но абстрактно неприменимо ко мне у меня на коже такая довольно тяжелая тяжеловесная шлейфовая косочная тягучая туберроза она подмыливает это в общем неплохо я читал фрагрантику я поняла что для этого парфюма вот эти вот наши там минус 10 минус 15 не годятся это должно быть лето что кто тут хочет еще на ручки тут все собрались а вот и мы не могу на ручки поднять хотела бы конечно всех поприветствовать не стесняйся уходи было бы хорошо с блотер правда это красиво но это не моя история я пока к туберозам только подбираюсь но эту туберозу мне вот это тягощает жасмин про жасмин говорил что я пока в жасминах парфюмерных не очень не очень и я пишу что нужно очень-очень любить белые цветы любители белых цветов да но но я думаю вот это не моя тема но я думаю что по белым цветам есть огромное количество парфюмов которые начинаются в бюджетных каких-то марках при этом качеством эти парфюмы не страдают и дальше люкс и дальше ниша и даже какие-то там эксклюзивные линейки могут похвастать красивыми туберозами опять же гоняться за этим парфюмом если вы любитель белых цветов посмотрите что-то другое я я посмотрел на что это похоже поскольку это не моя тема я потерялась и ничего вам не могу сказать я не знаю видеть какой не информативный отзыв но подождите друзья там еще все впереди огонь то будет потом риск группа шипровый цветочный 12 год тут было интересненько было интересненько было интересненько я была открыта на самом деле ко всему новому я в принципе как бы не 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 быть в шорох не не запираю себя какими-то стереотипными мнениями я была открыта всему всему что мне эта марка покажет и так риск двенадцатого года когда я нанесла этот парфюм на себя и я себя спросил а когда это я успела носить рожа дав то есть на мне это было знакомо я подумал а я такое знаю а я такое носила и вроде бы как и недавно то есть и давно вроде носила недавно носила пирамида вполне классическая по звучанию но знаете вот как если мы вспомним все классические женские шипры там пирамида как таблица менделеева миллион всего миллион цветов и мох обязательно смотрим что здесь бергамот лимон что это лицея кубеба 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 лимончик там так кислит ромашка гиацинт роза жасмин иланг иланг дубовый мох цибетин пачули ветивер лапданум кедр ну то есть вот вот просто и пирамида понятное и звучание и звучание мне нравится это и и я в общем страдала до последнего держал там нет вот ну не буду сразу смотреть фрагрантику не буду потом когда я все-таки посмотрела фрагрантику я понимаю это палома пикассо и это друзья машину и тут я скажу амажинуар лучше амажинуар глубже амажинуар играет переливается это не светлыми какими-то нотами ну там разное там симфония в машину а это про машинуар это как говорят красиво у марш марш всем вот этим парфюм ну то есть если вы исключительно вот попил паломи пикассо машинуар и все вот в этом направлении и вам нужно 101 шипр в этом направлении ну может быть может быть это нормально нормально крепко ладно складно гармонично сделанный шипр но когда есть есть в другой ценовой категории не знаю сколько сейчас стоит машинуар но подозреваем подозреваем что нормальных денег стоит нормальных сходите посмотрите а может там и на рандеву да вот оставался последний женский парфюм эликсир сейчас я еще вот что скажу я тут вам недавно опять же рассказывала про немецкую парфзависимую девушку лени которая вопрошала а что это за новые такие формы что это за новые такие формулы что это такое как это понимать эссенс депарфам что это или какая-то правильно депарфа что это как это в какую классе но то есть я не понимаю что такое эссенс депарфа так я была готова ну поскольку это был последний женский от до этого ничего не случилось бы здорово росси а до этого ничего не случилось я была готова ну полюбить то что есть уже так эссенс депарфа эликсир цветочный восточный девятнадцатого года ну то есть он должен иметь современное звучание что русичка бергамот малина майская роза персик фиалка гелиотроп корень ириса кашемировое дерево из фиалки сандалом бретто кедр корица не такая вот внучка олигархички ну такой вот той дать там в ницце я вот внучка я рисую я играю на гитаре и на арфе мы с бабушкой поедем выбирать бабушки диадему поэтому мне нужно что-то легенькое на себя нанести и мы с бабулей рванем в монако может еще и поиграем как-то так мило женственно вообще вообще я ну мне во первых не столько лет сколько внучки олигархички я уже на бабушку могла бы как раз вот которая пойдет в монако но мило мило девичье так а тут мы переходим с вами к мужским парфюмом и тут внезапно внезапно начала я не я шла не по порядку начала я с дэнджер 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 так дэнджер могу сразу сказать что а вот мужские парфюмы мне понравились куда больше причем не абстрактно а вот мы и лично понравились вообще и так где 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 а это у нас уже вторая страница пошла дэнджер восточный одиннадцатого года там конечно же обязательно практически везде присутствует лаванда а то вдруг кто-то подумает что это не мужской парфюм читал лаванда кумин лимон тархун бергамот это такой первый отряд машину марширует потом фиалка жасмин лаванда жасмины я там не почувствовала цветочного вот этого блока я там не услышала серо амбуро древесные ноты почули мух вани кастуриум бабы тонко мускус там вам 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 всего много разного всякого пирамида большая и тут я сталкиваюсь ситуации когда мне нужно объяснить вам что то что я почувствую я не знаю как я понимаю что этот парфюм мне опять же что-то напоминает что пользоваться чем-нибудь таким мой дедушка мой дедушка себя очень любил и пользовался хорошими парфюмами но я не помню что это были за парфюмом таки но это вот что-то глубинное что мне что-то напоминает что-то вот прямо совсем совсем не ретро вая но очень понятное и я понимаю что я просто хочу обонять этот запах не с мужчины а в принципе в принципе с блутера кстати я слышу этот парфюм не очень хорошо он как-то с блутера почти не звучит ну вот скажем вверх немножко а так а так как-то нет на коже это было неплохо но это скорее звучит все парфюмы не очень стойкие на мне были но я к этому и не стремилась да в общем я там как-то на руку наносила я не ходила на работу не ездила к собакам в этом парфюме и в этих парфюмах я это разошла дома я к этому не стремилась мне это понятный какой-то вот мужской парфюм который отсылает к какому-то понятному спокойному скажу детскому прошлому вот так хорошо сложен скроен очень приятно потом я вернулась к олигарху и звучит очень грустно вот про олигарха я кстати слышала были какие-то обзоры кто-то там что-то рассказывал прям сильно сильно давно но года два назад наверно что там про олигарха слышала 16 года и и конечно маркетинг работает так что вроде как ты полился олигархом и ты сам немножко олигарх а дальше а что такое для человека который не олигарх как он должен себя чувствовать он откуда должен брать вот эту вот экстра извините за выражение лингвистическую информацию что что такое олигарх он из фильмов а должен это увидеть до фильмов про бандитов или как откуда из светской хроники мне кажется возможно как маркетинговый ход название такое на пользу парфюму мне кажется для пользователя этот это название ни о чем не говорит пирамида прекрасно лимон бергамот лайм лаванда чабрец ну это вот практически стандартный такой старт мужских парфюмов и мужских парфюмов у марки дальше идет яблоко черная смородина цветок апельсина кокос я вообще вообще этого не услышал у себя на коже нет из блотеров мужские парфюмы не очень чем пока же сменлили вот это вот серединка на мне как-то не не играла ну и честно говоря я не ожидала чтобы на мне что-то такое появится можжевельник а вот дальше то что я люблю береза кедр и перец и кожа и маты и пачули и амбра и моха низ мускус и фиалка и вани какой же он спокойный какой же он сосредоточенный на чем вот даже я сказала бы все таки спокойный основательный но если вы хотите думать что олигархи основательные спокойные думайте не знаю не знаю про жизнь олигархов не знаю и честно говоря не думаю вот он он такой на самом деле не про брутала какого-то такого что он нет нет понравилось понравилось ничего не могу сказать дальше смотрим дальше смотрим блутеры не информативны для этой марки особенно мужские почему-то и лизиум и лизиум это у нас колонии жда все олигарх был не колоний а остальные колониям понятно понятно почему они так недолго сидят опять же подумайте нужно ли вам покупать колоний да вот по поводу олигарха его сравнивать стердер мес у меня есть цердер мес не похоже я вам сразу не похоже и лизиум опять же написано парфюм колоний это что это как в сторону колонии в сторону чего фужерные 17 год грейпфрут лимон бергамот лайн чьи бред кажется где-то мы это уже слышали да и артемизия и гальбаном его немножко зелененький немножко желтенький немножко цитровый сыненький немножечко колючий вики все пришли есть можжевельник ветивер смородина яблоко розовый перец керна гормота таинственная для меня ланды жасмин там роза ну практически все то же самое я бы сказала вот как ну то есть вот эти ноты они везде встречаются мы их можем знаете как шашки переставлять пятнашки переставлять что я пишу цитрусы красивый понятный фужер в раскрытии сладкий пишу стойкий относительно предыдущих и очень хорош на летом финальное мнение я про мужские парфюмы скажу чуть позже короче нормально я вам скажу так конечно на фрагрантике есть много сравнений с мужскими парфюмами это для меня вообще ну незнакомая территория вот я увидела тердер мес я знаю у меня есть я пользуюсь ну не часто но пользуюсь я знаю как звучит этот парфюм я говорю нет не похож а про остальное я сказать вам не могу и последний скандал 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 и камень души упадет я буду считать что я вам сказала всю правду правду ничего кроме правды ничего кроме скандал тоже фужер пирамида примерно та же самая я не могла бы даже вам ну примерно придумать вот каких-то акцентов что здесь вот явно вот это выпирает надо здесь вот явно то я могу сказать что в олигархе это был хвойный лес и лес как таковой вот это вот лесная но то она там была а здесь вот плюс минус они все плюс минус вы мне скажете да ты просто ничего не понимаешь мужских парфюмах я вам скажу что да да ничего не понимаю мужских парфюмах так резюме первое резюме касается ну давайте так сначала женские парфюмы я такое носить не буду что-то для меня скучно что-то для меня вторично но парфюмы безусловно сделаны хорошо поэтому целевая аудитория с таким вот кошельком должна быть благосклонна к этим парфюмам я нет носить не буду вся в шерсти конечно так это пункт первый мужские парфюмы то есть женские я отдам отдам в какую-нибудь посылку девочкам отправлю а мужские парфюмы я не отдам я подумала себе во первых вот что мне в таких парфюмах когда мне хочется на ночь что-то нанести на себя такое нейтральное такое какое-то вот средненькое но не средненькое по качеству а нейтральное по эмоциям вот я бы с удовольствием такими парфюмами куда-то там на запястье пользовалась не ожидая какой-то волны от себя в бога ради на вот вот в настроению да ну вот в качестве домашнего парфюма даже утром чтобы как-то взбодриться чтобы проснуться на запястье нанести а потом пойти в душ как вариант как вариант второй пункт это летом и вот я себе представляю в какой-нибудь льняной одежде такой вот нарочито простой облиться чем-то таким это травы это цитрусы это свежо это звучит красиво и я сейчас возможно кого-то обижу зайду на чужую территорию я бы сказала что это звучит унисексово ну для меня я не на один парфюм не сказала что ой нет только на мужчине только на мужчине ни в коем случае на себя летом я буду потом то есть если я в качестве какого-то сонного эликсира не используете парфюмы я с удовольствием бросаю косметичку и вот так вот как-то освежиться по дороге на работу на работе летом прекрасно замечательно это был второй вывод а третий вывод друзья не рискуйте с дорогими парфюмами вот есть арома бокс и арома бокс рожадав арома бокс том форт арома бокс ксержов другие какие-то марки тициана тире за есть марки с которыми ну очень опасно рисковать потому что вы рискуете своими деньгами и деньгами или деньгами или деньгами а вот с арома боксом ты знакомишься с маркой ты понимаешь что в каком направлении ты можешь попользоваться это ни один ни два пшика нормальное количество парфюмов ты смотришь ты читаешь пирамиду ты знакомишься читаешь отзывы окей понимаешь что вот без чего-то ты жить не можешь дальше надо смотреть сторону флакона или большого отливанта либо, ну, познакомилась, окей, имеешь представление, пробуешь что-то дальше. Короче говоря, я за ромобоксы, друзья, на них скидки всегда есть. А, друзья, промокод, не забывайте про промокод, он в инфобоксе, и он дает скидку 10%, и я не перестану говорить, что я вам очень благодарна, что вы моим промокодом пользуетесь, и магазин Рандеву, большое спасибо им, со мной сотрудничает. Вот, друзья, приходите в мой телеграм-канал, он есть в инфобоксе, подписывайтесь, и подписывайтесь на канал, если вы смотрите без подписки, я буду рада вашим лайкам, комментариям, я вас всех обнимаю, берегите себя, пожалуйста, всего доброго, до свидания, я надеюсь, что продолжение следует.